я тебя поцелую потом если захочешь алло вы переходили на почту видели я отправлял вам регистрацию нет пока не переходила на я сейчас это сделаю так у нас на я хорошо глянем ставьте меня на громкую связь сразу да зачем на громкую связь если я открываю в почте сейчас посмотрим чтобы телефон в руках не держать на мне и так хорошо телефон руках сейчас одну секунду открывается яхо так егор нет не вижу его расланов это не вы не вы ли не вы так но вот пока только есть от его расланова больше ничего нету от вас нет ничего должно быть от даниэля от даниэля так ну может даниэль бодров подождите о спам попала даниэль бодров так вижу даниэль бодров газ prm.com да переходите она не кликабельная сейчас посмотрим войдет не войдет можете скопировать вставить браузер я это и делаю сейчас так сейчас не хочет почему-то разберемся так попробуем руками набить не знаю почему она не хочет вставляться прм.com так сейчас попробуем открыть так так вроде как открывается логин так что мы делаем вход что или гитра регистрация регистрация так ладно хорошо пишем регистрацию так так сейчас мл так собака терялась собака он так номер телефона так пароль какие-то требования к паролю есть чтобы была первая заглавная буква ну или какая-либо одна из заглавная и цифра и цифра хорошо так вроде как зарегистрироваться так газпром главная страница о фз выросли и т.д. и т.п. смотрите давайте ознакомлю вас с местом где вы будете информировать своими средствами личный кабинет видите сверху сейчас личный кабинет вижу да нажимаете на него вижу собственно то место где вы будете следить сколько у вас на балансе отсюда будете деньги выводить вам на баланс на вашу карту вот вы подскажите вам будет удобнее через компьютер работать или все таки установим вам на телефон нет не надо телефон мне пожалуйста торговый терминал это я очень не туда нажму я вас понял но будем тогда работать через компьютер тогда давайте активируем ваш счет нажмите пополнять пополнить ваш счет подождите вы же тиньков да а почему платформа газпромовская потому что мы работаем по совместительству с газпромом газпром работает одно из самых крупнейших серьезно ну а чё у тинькова собственная платформа имеется прекрасная вполне да где вы можете торговать самостоятельно я же в свою очередь вам предлагаю условия где вы торгуете с аналитиком понятно на газпроме то есть тиньков магическим образом превратил себя в газпром неисповедимы пути этих самых инвестиций хорошо ладно так личный кабинет основной счет котировской настройки баланс вывод прибыли нажимайте на кнопку пополнить счет для активации подождите пополнить счет а где реквизиты моего счета можно посмотреть на этой версии нажимайте пополнить счет пополнить счет ладно хорошо так реквизиты счет это где моего вы через какой банк будете активировать вот например газпром инвестиции до настоящий газпром инвест прислал мне договор да он прислал мне реквизиты моего брокерского счета у вас это все где можно посмотреть я даже не понимаю я вообще где счет в какой организации я открываю счет тиньке или в газпроме вы открыли свой личный кабинет на платформе компании газпром понятно брокерский счет у меня в какой организации активации вашего личного кабинета вам установят торговый терминал который является вашим брокером вы я понимаю что вам через него вы уже будете выходить я понимаю что вам тяжело бороться с русским языком но постарайтесь соберитесь ответить на мой вопрос какой финансовой организации открывается брокерский счет слушаю вас алло анжелика добрый вечер извините забыл не смог вам перезвонить 4 как мы с вами договаривались хорошо вспомнили сейчас есть у вас время да могу поговорить отлично хорошо тогда скажите с какой информации успели на сайте ознакомиться да там не было особо никакой информации там было что-то вроде теста после чего нужно было ввести свое имя и электронный адрес почты и номер телефона и все информация была ровным счетом хорошо тогда сейчас я вас совсем ознакомлю все вам объясню расскажу как зарабатывать куда инвестировать и так далее для начала чтобы подобрать для вас удобные условия работы так сказать задам вам пару вопросов подскажите пожалуйста имели ли ранее опыт серии инвестиций ну можно сказать что нет можно сказать что нет а как это так можно сказать что нет но какой-то такой ответ немного не уверен но потому что наверное я не вполне понимаю что значит опыт в сфере инвестиций не вполне понимаете что конкретно значит опыт или что значит сфера инвестиций первое в вашем понимании что вы имеете ввиду имела ли я опыт то есть вы инвестировали уже ранее куда-то зарабатывали как-то на это может быть пробовали себя ранее в этом ну у меня были вложения да собственно есть они некое понимание я имею что такое инвестиции как работает фондовый рынок это я понимаю отлично подскажите вы гражданкой российской федерации являетесь да конечно отлично имели ли ранее двойное гражданство или возможно гражданство я я поняла что вы спрашиваете я являлась и являет гражданка только россии отлично шикарно сколько вам полных лет я совершеннолетняя хорошо подскажите я вам когда звонил вы говорили что у вас совещание кем трудитесь ну работу работаю работа работаете и как вам ваша работа нравится вообще но это имеет какое-то отношение к нашему вопросу к инвестированию виду просто с вами диалог если бы не нравилось я бы навряд ли работала на этой работе то есть скорее нравится чем нет сама идея работать ну как не скажу я скажу могу уверенно сказать про себя что если бы мне не нравилось моя работа я бы не работала на ней нашла как другую работу которая мне который бы меня устраивало как минимум отлично то есть вы так сказать не важно да как как объяснить в общем если работа не нравится значит не работаете то есть за деньгами как таковой и не гонитесь потому что многие люди работают на работе только чтобы деньги зарабатывать а нравится эта работа или нет часто упускают я не знаю в моем окружении среди моих знакомых таких людей нет поэтому согласиться с вами что многие люди так работают я не могу равно как и поспорить у меня нет достаточно количества наблюдений в этом в этой области я могу говорить лишь за себя ну тогда вам очень повезло анжелика я могу вам сказать потому что я за день с многими людьми общаюсь и большинство в принципе не довольна своей работой так как и работой так в принципе и доходом которые эта работа приносит ну что ж у каждого своя жизнь не могу это комментировать кто на что учился как говорится да видимо да хорошо подскажите на какой доход хотели бы выходить вот работая с нашей компанией я пока не знаю что вы можете предложить поэтому сложно мне ответить на ваш вопрос ну ну ладно то есть вы ни на что не рассчитываете нет у вас вот допустим если вас та зарплата которую вы получаете и то есть какую-то сумму которую бы вы хотели вот чтобы какая вот сумма чтобы вам было комфортно жить вот в месяц скажем вот так вы знаете у меня есть та сумма ежемесячно которую на которой мне комфортно жить то есть я могу в общем то с уверенностью сказать что жизнь у меня к вполне комфортная поэтому вопрос я бы поставила несколько иначе но я даже не знаю как его правильно вам порекомендовать сформулировать если бы я понимала что вы можете предложить тогда я скорее смогла бы ответить вам на этот вопрос что я ожидаю пока я не могу трезво оценить ваше предложение и соответственно сопоставить его своим со своим видением хорошо тогда вернемся к этому вопросу попозже да конечно и в принципе последний вопрос подскажите цель то есть которые обращались компания ну то есть в принципе я как уже говорил это как бы дополнительный заработок но возможно есть определенная цель то есть хотите дополнительно зарабатывать деньги чтобы может им имущество какое-то свое приобрести или возможно начать свое какое-то дело здесь какая-то такая цель у вас нет подобного рода конкретных целей я перед собой не ставлю у меня есть цель инвестировать цель инвестировать зависимости от результатов отличная цель будет и видение дальнейшем как распоряжаться этим исследованием хорошо анжелика тогда больше не буду томить вопросами анжела хорошо извините тогда тогда анжела не буду томить вас вопросами расскажу вам про компанию про сферу как будете инвестировать зарабатывать здесь если вдруг что-то будет непонятно спрашивайте не стесняйтесь хорошо да хорошо конечно отлично работаем на финансовом рынке то есть это бизнес в котором мы занимаемся торговлей мировыми активами такими как газ нефть акции валюта криптовалюта и так далее принцип работы соответственно понимаете купля продажа вы будете активы покупать подешевле продавать подороже и зарабатывать на разнице в цене ничего сложного нет если вы уже некий опыт имели тем более у вас будет приложение в телефоне по типу вашего приложения мобильного банкинга в котором вы будете работать то есть брокер другими словами также как бы в связи с регламентом нашей компании в связи с тем что вы все-таки человек не до конца понимающий как бы как и что нужно делать вы будете работать с брокером то извините господи с трейдером я уже заработал сам у меня последний час работы у меня уже голова не варит немножко прошу прощения будете работать трейдером он же финансовый аналитик человек у которого более десяти лет опыта в данной сфере у которого есть команда состоящая из более чем 20 человек работающих в разных сферах касающихся в принципе вот финансового рынка которые снабжают его информации благодаря которой он как бы и снабжает информации вас то есть анализирует рынок составляет графики и подбирает индивидуальный план работы для каждого из людей которые работают в принципе с ним и с его командой ваша задача это уделять 15-20 минут в день примерно два-три дня в неделю и в принципе слушать аналитика как вам подходят такие условия ну я пока не знаю давайте детально что за аналитик на данном на данном этапе вот то что я вам говорю и самое главное сказать что я буду работать с брокером какой брокер не-не-не я говорил не с брокером я говорил с аналитиком я как будете работать через брокер да вот будем работать через брокер какого брокера подчините то есть название ну конечно брокер в закрытом доступе вы с ним познакомитесь тогда когда пройдете регистрацию и уже непосредственно будете приступать к работе вы я вас переведу на технический отдел и технический отдел установит вам брокер и вы уже с ним непосредственно ознакомитесь вы скрываете с каким брокером вы работаете нет не скрываю просто это вот брокера нет в общем доступа то есть это там не бинанс не не дано хорошо как выбрать это название есть руки есть я же вам говорю вы его узнаете когда будет будете приступать к работе так я говорю вы скрываете что название брокера не не очень понятны тайны мадридского двора алло да да связь что-то пропала что вы говорили не вполне понятен ваш ответ что значит брокер узнаете потом сейчас что мешает вам сказать брокера мне ничего не мешает ну ответьте тогда на вопрос какой какой вообще имеет отношение то есть название брокера к тому что я вам сейчас рассказываю так самое непосредственно вы же мне начали с того что я буду работать через брокера сразу вопросы вполне логичные то есть торговый терминал ну понятно что у каждого брокера есть свой рабочий свой торговый терминал это все понятно а брокер это какой за дуна педро а